Лично мне очень сильно все это надоело, то, что происходит, наверное, уже происходило вокруг Спартака. Я сейчас не ищу там виноватых, никого не оправдываю и не говорю о каких-то причинно-следственных связях, но вот эта вся истерия вокруг ухода Карреры, вот эти все акции болельщиков, уж не знаю, там проплачены они или нет, все эти истории с Глушаком, с его женой. — Ситуация вокруг Дениса Глушакова, которая вылилась уже в общественное пространство, прежде всего я говорю даже не о футбольной составляющей, а о том, что происходит вокруг его развода. Мне очень жалко больше всего детей пары Глушаковых, ведь им с этим жить. — Как Корин и Мамаев, и причем даже не сама история, потому что, ну, разные бывают случаи, кто, извините, стулом по голове не бил близкого, ну, даже не близкого, а меня возмутило поведение их в суде, как они реагируют. Ну, мы уже настрадались, мы уже приобщились к Библии, ходим в храм, мы такие все замечательные, выпустят нас скорее отсюда. Я не вижу настоящего покаяния. Так что это полное дно, как люди себя ведут, никаких выводов не делают. И самое главное, что ближайшее окружение, адвокаты, кто там еще, им никто не может подсказать эти нужные и правильные вещи и направить их на путь истинный. Вот я считаю, это и есть настоящее дно. Ну и пускай встречают Новый год в СИЗО. — На мой взгляд, это организация чемпионата России по фигурному катанию. То, что я видел на видео, на фотографиях и слышал от очевидцев, это какой-то уровень первенства школы в 99-м году. А у нас российское женское фигурное катание — это то, чем надо гордиться. Как в советское время гордились балетом, космонавтикой. Вот сейчас мы можем гордиться нашими фигуристками. И проводить свое национальное первенство в какой-то дыре с крошечной мигзоной 3х3, с протертыми потолками, полами, ступеньками и апогеей, когда дети час ждут своих героинь, тех, на кого они хотят быть похожими, чтобы девочки Косторная, Щербакова, Загитова расписались этим девочкам, сфотографировались. И их вот так вот всех берет пресс-атташе этой федерации и уводит в комнату, чтобы, не дай бог, они эти тоже еще девочки не сфотографировались с другими девочками. Это кошмар. Ну, как обычно, допинг. Боремся мы с ним последние несколько лет, но все равно каждый год одно и то же. То какие-то допинговые истории, то последствия этих допинговых историй. В этот раз нам пришлось принимать участие на Олимпиаде без своего флага. И после этого, да, ситуация вроде как изменилась в лучшую сторону, но мы продолжаем постоянно обсуждать какие-то конфликты наших спортсменов с другими за допинга, какие-то еще новые мелкие истории. У кого-то отбирают медали. Ну вот когда это закончится, тогда можно будет сказать, что вот это дно, оно пройдено. Пока еще, может быть, мы из него выбираемся потихонечку, но еще не выбрались. У нас была очень нехорошая история с гимнастом Артуром Даллояном. Мы звали его в редакцию, собрали тут всех, сидим ждем. Артура нет, звоним Артуру, говорим, вы где? Он говорит, ой, я забыл. Он накануне нам продиктовал номер своей машины, мы заказали ему пропуск, тут приготовились встречать его. Причем договорились встретиться в следующий раз, через несколько дней. Артур снова говорит, что я не готов, не могу. Я, честно говоря, таких вещей не понимаю. На мой взгляд, это настоящее дно с точки зрения отношения к СМИ, с точки зрения ответственности спортсмена перед болельщиками, перед всеми остальными. То есть, Артур, так нельзя. Я бы назвал эту подрубрику «Глушаков года», потому что я знаю о Денисе чуть больше и чуть дольше. То есть, то, что сейчас массовый зритель узнал, я слышал подобные выходки. Его еще года, наверное, три назад. Мы с ним земляки. И Денис закопал себя и начал копать дно, безусловно. Вот эти вот все-таки, все эти истории с, пожалуй, как корен все-таки, да. Потому что я смотрел, я люблю всякую пакость. Мне это нравится, вот как образец человеческой природы. Мне это любопытно. Но даже не то, как они били стулом. В стуле даже была какая-то удаль, какой-то размах, что-то русское, такое первобытное, дикое в этом стуле было. А вот как они вот в рожу засветили этому водителю, и как он вот скукожился тут же. Вот это вот мне было очень неприятно смотреть. Прям неприятно, потому что это вот били, чтобы человеку было больно. А стула, может быть, били для того, чтобы человеку было интересно. Не знаю. Ну, допускаю. Кокорин, мамы.